Всем привет! С вами Мариачи Анна Наумова, и вы на канале Продкаст, где мы обсуждаем продукт-менеджмент, сферу IT и релокацию в США. Но сегодня я решила выйти за рамки США и обсудить с вами релокацию в Мексику. И сегодняшние мои гости – это Олег Осипов, стартап-котик и проект-менеджер компании B9, и Виктория Лисковец, юрист в Мексике. Привет, ребята! Представьтесь, пожалуйста, и расскажите о себе. Привет! Ну, все действительно так, я стартапер и стартап-котик, кто в теме-то поймет. Передаю всем привет нашим и прочим стартаперам. В общем-то, как-то так, Вик. Да, я жена Олега. Сразу давайте расставим все точки над «и». Мы вместе переехали в Мексику, и я юристом работала в России при переезде в Мексику. Получила здесь местное юридическое образование, и сейчас работаю по специальности уже здесь. Круто, круто! Но откуда вы переехали, расскажите? Мы переехали из Москвы. Да, мы жили в Москве до переезда. Ты не помнишь, сколько лет? Наверное, Олег с 13-го года. Нет, с 14-го. Да, с 14-го до 16-й. Ну, да, расскажите вообще про ваш переезд в Мексику. Вот вообще, как родилась эта идея? Почему Мексика? Ну, давайте тут, наверное, я расскажу. То есть, закончил университет и играл в покер. Год, наверное, играли просто в покер мега с другом. Играли жестко, играли в интернетах, играли на домах. И в один прекрасный день его отец сказал так, из этого ничего хорошего не получится, и отправил нас в Венесуэлу. Он как раз работал на заводе, и этот завод отправлял инженеров на строительство завода по производству автомата Калашникова в Венесуэле. И из того, чтобы нас темная, азартная дорога не свела в Вегас, нас отправили в Венесуэлу, город Маракай, военная база Кави. На год мы приехали 21-22 года. Почит уже это очень страшно. Ну, да, но Чайвиз еще был жив, там еще было нормально. Поэтому, ну, было интересно. То есть Чайвиз умер после того, как ты приехал? Нет, как я уехал. После того, как Олег уехал. То есть, и мне так понравилось, ну, я не скажу, что мне Латинская Америка понравилась в тот момент, все-таки не было взаимодействия, мы были на военной базе, мало выходили, и там только море видели. Беда, только видели Карибское море. И, ну, ощущения, вот иммигранты поймут, то есть ощущения немножко другое. То есть, первое ощущение фильма, что ты как-то в фильме, что все не так. Ну, именно это зацепило. Прошел год, вернулся в Россию. По-моему, в течение месяца познакомился с Викой. Ну, там, искра, вот это все, как положено. На дейтинг у нас есть, да, видео отдельное, если хотите, про искры. Тринадцатый год или двенадцатый, какой дейтинг, тогда все еще нормально было, то есть, вот без вашего вот этого всего. Без ваших этих тиндеров. Файп, лев. Да, 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 тогда свайп никто не знал. Я тогда знал только сварочный шов, как делается вот так вот. Ну, окей, то есть, и вот как-то вот в России получилось движение без движений. То есть, собственный бизнес, немножко туда-сюда, и как-то вот, как нет жизни. Вот, я не знаю, как это объяснить, и вот в тринадцатом году я переехал в Москву, и вот мы с Викой начали думать, что что-то не так, что-то вот не складывается вот в картине мира. Причем, ну, я тогда, ну, я как инженер был, то есть, я даже и со своим бизнесом, то есть, к IT имел, ну, такое отношение. И мы поняли, что надо что-то делать, надо куда-то готовиться. И мы начали смотреть первые мысли эмигранта США, Канада, Новая Зеландия, Австралия. То есть, вот прям вот такой набор Европы не хотели, слишком как-то близко, да. Да. Ну, как гребущая вас достанет, да. Да, да, коммунистическая. И мы начали смотреть реально Новую Зеландию. Типа там и программы, и английский язык, который у Вики был полностью, у меня более-менее, менее, более. И мы такие, ну, Новая Зеландия. То есть, начали копить, сходили на какой-то там от Киеви, education был, по-моему, event. Пришли, посмотрели, ну, все, нравится, это был декабрь, параллельно в Украине происходит Майдан. Ну, я мега был заряжен этим, то есть, я за свободу, за... И я такой, блин, вы такие красавцы, молодцы. И происходит вот Крым. И мы такие, what the fuck. Просто, это нас сломало жестко, то есть, и придало сил, то есть, ну, это сломало наши экономические планы просто на корню, по той причине, что X2 курс. И мы такие, так, ну, не успели перевести. Ну, Новая Зеландия вышла для вас, да, в данном случае. Ну, эмиграция в Новую Зеландию, это такое дорогое удовольствие было, мне кажется, сейчас остается, помимо того, что это далеко, сама по себе стоимость жизни, стоимость там обучения, да, мы хотели поехать по образовательным программам, подбирали такую, по которой можно было бы увезти супруга, потому что там далеко не все образовательные программы позволяли забрать партнера, да, вот. И это было достаточно дорого и так, но там до роста курса доллара мы там со скрипом натянули, но после роста, естественно, этого всего X2 и уже, ну, мы могли бы там еще посидеть пару лет, подкопить, но мы были настолько заряжены уже уехать, что у нас уже шило в одном месте было, мы хотели бы хоть прям сейчас взять и улететь. И немножко выбор уменьшился, потому что стала основная задача сразу зарабатывать, то есть денег было немного, то есть я сейчас назову, это смешная сумма, с которой мы эмигрировали, ну, подкозже назову. И то есть вопрос, где нелегал может зарабатывать? В США не смотрели, потому что сложно попасть нелегалам, у нас не было турвизы, то есть явно мы бы пришли и нам не дали бы. Мы такие, ау, куда? Да, и мой друг, с которым мы познакомились в Венесуэле, он русский, Боря, Боря, держись, и он говорит, приезжайте в Мексику, мы знали о Мексике, ну, я немножко хотя бы что-то понимал о Латинской Америке, Вика вообще ничего. И мы решили пожениться, и для этого выбрали, ну, надо слетать, посмотреть, тогда еще были запасы в деньгах, и мы решили все-таки съездить, посмотреть и заодно жениться. И вот о впечатлениях первых о Мексике, наверное, я дам слово Вике. Вик, расскажи, что ты почувствовала. Ну, да, было неоднозначно. Я действительно про Латинскую Америку вообще ничего не знала. У меня там и до знакомства с Олегом тоже были мысли, что да, нужно бы пожить где-то за рубежом, но как-то мои все мысли были направлены там действительно тоже либо в сторону Европы, либо в сторону США. То есть про Латан, ну, это не первое, о чем думаешь, выбирая место жительства, да. Поэтому я вообще не знала, чего ждать. Я до сих пор помню это свое ощущение, когда мы приземлились, в Мехико нас забрал вот Борис на машине, и мы едем. У нас рядом с аэропортом в Мехико, ну, объективно, не самые лучшие районы, не самые хорошо выглядящие. Я помню, я помню, да. Да, да, да. То есть, ну, сейчас-то я знаю, что Мехико, он очень разнообразный, там есть очень красивый, есть не очень красивый, вот рядом с аэропортом не очень красивый. И я помню, что мы едем, время там 7 вечера, то есть уже темно, я смотрю на эти дома и такая, боже, что за фавелы, куда меня привезли, меня ждут, убьют, правда. То есть такой у меня был действительно кошмар, куда я прилетела вообще. Хотя мы прилетели, ну, отдыхать, да, тогда, пожениться, отдыхать. У нас было 3 недели, были обратные билеты. По туристической визе, правильно? Да, просто по электронному разрешению. Для граждан России, граждан Украины заполняешь на сайте просто простую анкету, и тебе до 180 дней по этому электронному разрешению ты можешь влететь. То есть это не виза, да, не надо ничего получать. Да. Вот, мы по ней прилетели, вот, соответственно, у нас 3 недели было. Доехали мы вот к Борису домой, он жил тогда со своей тещей, в доме тещи. Очень такой красивый традиционный мексиканский дом, значит, что бросилось сразу в глаза, это низкие потолки. И все в таких каких-то рюшечках, накидочках, там, вплоть до унитаза, вот эта вот мексиканская традиция, все покрывать. Раскрашенные вот эти цветы. Да, да, все раскрашенные, какие-то статуэтки, но при этом все максимально чистое, то есть там ни пылинки нигде, потому что они все-таки очень любят убираться. Вот, ну, и да, мы провели просто волшебные 3 недели в Мексике. И Боря очень сильно постарался, чтобы показать нам страну во всей красе, и сейчас я понимаю, что это действительно важно, создать в первое впечатление о том месте, куда ты приехал, потому что на этом в первом впечатлении ты можешь очень долго терпеть какие-то неудобства, да. Если у тебя сразу сложился позитивный образ страны, ты можешь там потерпеть немножечко, если тебе что-то не нравится. Вот, мы слетали в Канкун, мы съездили в Акапулько, мы там поженились, пофотографировались в Мехико в разных местах самых красивых. Вот как раз тогда мы увидели разные районы, поняли, что Мехико, он такой, как лоскутное одеяло, но там все перемешано. Да, мы об этом попозже поговорим, более подробно, да. Хорошо, вот, ну, в общем, мы остались крайне довольны, улетали домой такие счастливые, заряженные, прилетели, мы, получается, прилетели в начале февраля. Пятнадцатый, что это за год? Пятнадцатый, да. И как-то, знаешь, вот, живем-живем, и такие где-то так в середине апреля, может быть, такие, а вот что у нас, ну, или май, там, ну, в общем, через месяца три, там, по прилету, два-три, такие, а что у нас, ну, типа, классного в жизни было, там, какие впечатления за эти два месяца, да. И понимаем, что мы, ну, как бы, просто ходили на работу, там, вот, там, в серой Москве все-таки еще такой весенний, и такие, блин, нам хочется обратно, нам хочется опять вот этой вот яркости мексиканской, солнца вот такого, которое тебе глаза выжигает просто, этих ярких цветов, и мы такие, нет, все, значит, пакуемся, собираемся и едем. Мы начали, ну, вот, примерно в этот период мы приняли все решение, что мы едем в Мексику, пробуем, и что нужно готовиться, что нужно учить испанский, потому что у нас его вообще никакого не было, как-то собирать там деньги, да, то есть какой-то план прорабатывать, пытаться, забегая вперед, что с тем планом. Если бы нам сейчас рассказали тот план, с которым мы приезжали, мы бы сказали, люди, сидите дома, вообще, что за бред вы нам рассказываете, вы тут не выживете, сидите дома. Давайте о плане немножко. Да, давайте поговорим о плане, чем... Именно о миграции. Так плохо, да, так плохо, вот, чтобы люди не отпускали таких ошибок. Давай. Абсолютно. Для меня, то есть семилетнего, опытного такого мигранта, с сединой от миграционных офицеров и адвокатов, могу сказать, что иммиграция – это вот, опять же, математическое простое, формула, три переменные. Язык, работа, легальный статус. У вас нет ничего, да? Вообще, просто, просто. Я сейчас формирую готовность ребят, знакомых к миграции, ну, опять же, к нормальной миграции, не к эвакуации, а к миграции именно по этим трем составляющим. Есть ли у вас язык той страны, в которую вы едете, есть ли у вас там работа, перспектива найти работу, или вот здесь можно все-таки, скобочку, взять достаточно средств на год-два, минимум от года. И легальный статус, как вы быстро станете человеком, способным открыть счет, получить медицинскую страховку, нормально встроиться на работу. Вот, как бы, эти три составляющие являются основными. То есть, три из трех у вас будет очень простая миграция, вы сразу будете ловить кайф. Две – у вас будет трудность, с которой вы столкнетесь, но вы ее быстро победите, это тоже вас зарядит. Одна – это будет тяжело, и здесь уже морально волевые нужные качества, чтобы удержаться. Три – это вот прям рулетка. Ну, я так понимаю, что, да, вы люди простые. Да, наша рулетка. Три, да, когда все скучно и неинтересно жить, да. Расскажите, как вы преодолевали эти трудности? Ну, в первую очередь мы постарались хотя бы немножечко подучить испанский еще в России. Мы нашли репетитора, мы купили учебники, чтобы хоть немножечко, ну, натаскаться и там, ну, смочь хотя бы в магазине объяснить, чтобы не ходить и пальцем тыкать вот это, да, а какие-то базовые слова, базовые глаголы. Ну, и плюс цель была в том, чтобы… Ну, мы уже знали, что я пойду учить испанский первое в Мексике, вот, потому что моя профессия сложно конвертируемая, да, юристу там на новом месте сложно начать работать, за исключением каких-то там специалистов именно в международном праве, в каких-то там сделках трансграничных, да, может быть, они могут себя сразу приложить. Я была юрист-судебник, я ходила в Москве в арбитражные суды, представляла там своих клиентов, потом компанию, в которой я работала, то есть у меня, как бы, процесс перехода был явно долгоиграющий, и мы решили, что, ну, вот, значит, я пойду сначала учить язык, поскольку я не смогу точно сразу работать на какой-то нормальной работе, значит, я пойду учиться. Вот, поэтому цель была еще в том, чтобы уменьшить максимально в России доучить испанский, чтобы в Мексике уже чуть поменьше платить языковой школе, потому что языковая школа здесь дорогая была. Мы отдавали 500 долларов за 6 недель курсов. Для Мексики, мне кажется, это вообще гигантские деньги за 500 долларов, мне кажется, там месяц жить, да, наверное, ну, не в субъектной районе. Одному человеку спокойно за 500 долларов можно прожить, да. А тут мне нужно было отдавать именно за курсы, за 6 недель. Ну, это все было абсолютно оправдано, потому что там переводя в часы, да, сколько за эту сумму давали часов испанского и сколько давали контента, это было абсолютно оправдано, каждая копейка стоила того. У нас всегда был план, у нас была всегда какая-то тактика, и мы ее придерживались. То есть, иммигрант, welcome, ты должен построить цепь до ПМЖ, где ты найдешь работу, где ты будешь жить, примерно. Он сразу пойдет, сломается, он не будет работать, но он у тебя должен быть. Ты должен начать и понимать, какие у тебя поинты будут по процессу иммиграции, по процессу социализации, он должен быть. Ты должен понимать, что ты приезжаешь, ты должен найти арендованную квартиру в каком-то районе, изучить это. То есть, каждый, ну, просчитывайте, пожалуйста, будущий иммигрант, и просчитывайте. Нельзя приехать, и там как-то разберусь. Нет, постройте хотя бы у себя в голове хоть какие-то наброски. Они, иммигрантская дорога и вот эта американская мечта, она движется вообще рандомно. Но у вас должна быть, вот в любой момент ты такой, так, я знаю, куда я двигаюсь. Вот просто, я знаю, куда я двигаюсь. Это очень важно для иммигранта. Цель, да, какая-то видимая, да, хотя бы, ну, не знаю, на год, да, на два, на три. Получить документы, найти работу, вот опять же из этих трех составляющих, то есть получить гражданство. И, соответственно, стратегия реализации, да, этой цели. Ну, в принципе, наверное, как для любого стартапа, проекта, да, должна быть долгосрочная цель, краткосрочная цель. Ну и эксид, гражданство. Да, давайте немножко, наверное, про, я хотела все-таки закончить с языком, а потом мы... Да, возвращаемся. Да, расскажем, да, мы обсудим потом вот легализацию и работу, да, просто хочется, наверное, закрыть тему с языком, потому что английский знают много людей, а испанский, особенно для русскоязычных, это такой вот, как бы, язык, который особо не учат нигде. И вы переезжаете в страну, где он обязательно. Вот, может быть, расскажите по срокам, сколько вы учили испанский находясь еще в России, с каким уровнем вы приехали, и сколько вам потребовалось, чтобы более-менее как-то адаптироваться и получить нормальный вот язык, на который можно, я не знаю, хотя бы примитивно работать, да? Ну, в России мы... У нас было там мало достаточно занятий, на самом деле, потому что мы же продолжали работать в Москве, там приходили вечером уже такие уставшие, не каждый день, естественно, занимались. Я, насколько помню, мы взяли, ну, может быть, занятий 15 максимум у нас было... То есть совсем чуть-чуть, да, с нуля. Совсем, просто с нуля, вот с полного нуля, мы взяли где-то 15 занятий с репетитором совместных, она там нам задавала домашние задания, мы все это делали. Вот, но... Да, это было прям какой-то самый-самый минимум, но то есть мы там выучили, знаешь... Ну, типа... Ола, грасиас, мой бьен. Ну, нет, может, чуть-чуть... А, вот, что важно, мы еще посмотрели Полиглота на Ютубе, программу Полиглот. Там 16 занятий, и у них есть приложение для телефона, которое очень хорошо помогает понять спряжение глаголов испанских, да, то, что дается там сложнее по сравнению с английским. Там в английском, ну, like и like, да, там love и love, максимум loves, и там love, и все. А в испанском у тебя в настоящем времени все глаголы спрыгаются по лицам, в прошедшем времени в одном, в прошедшем времени в другом, ну, то есть гораздо сложнее работать вот с глаголами, и как раз Полиглот очень помогает... Ругаться нельзя, ладно, ну... Разрешаю. Он тебя натаскивает именно на вот эти спряжения, чтобы ты сразу понимал, к какому лицу это относится, потому что, ну, другая проблема в испанском, часто отсутствует местоимение напрочь, потому что форма глагола, она тебе подсказывает, о ком это идет речь, но сначала ты можешь теряться, да. Вот, это очень сильно помогло. В итоге, когда мы приехали, Боря нас возил на море сразу по прилету, это тоже, кстати, классная тема. Я даже когда с психологом проговаривала, ну, вот, перед эмиграцией, он говорил, что да, так и надо, вот, первое, что надо сделать, когда вы прилетели на новое место, это хорошенько напиться. Я знаю, что ты не пьешь. Ну, в общем, что-нибудь такое сделать, действительно тоже, чтобы дать себе позитивный заряд, как-то расслабиться, да, немножко растрястись, чтобы не ходить вот таким вот зажатым и мы всего не бояться. То есть ты напилась и начала разговаривать поискому? Ну, мы, я не напилась, нас возили на море, а там мы как бы чуть-чуть, ну, смысл в том, чтобы получить изначально опять вот этот позитивный какой-то заряд, ну, там, для кого-то, может быть, это работает на пице, для кого-то съездить на море, для кого-то, я не знаю, сходить там куда-то что-то увидеть, посмотреть. То есть здесь рецепт для каждого свой, и смысл в том, что да, нужен какой-то тоже позитивный толчок сразу после переезда. Вот мы съездили на море, вернулись, и я, собственно, пошла в эту языковую школу при университете, университет называется УНАМ, это самый главный университет в Мексике, ну, и он достаточно большой, он там самый крупный в Латинской Америке, и у них есть языковой центр специально для иностранцев заточен, который вот... В Америке это тоже школа, там, English as a Second Language, да, программы такие для иностранцев. Да, ну, вот здесь также это называется там центр испанского для иностранцев, да. То есть они дают не только язык, они там дают очень много контекста, это очень помогает. И там был экзамен по приему, у них всего градация в 8 уровней, вот, я смогла сдать этот экзамен, чтобы пойти учиться на третий, то есть своими там курсами в России и, да, самостоятельным изучением языка мы смогли там сэкономить тысячу долларов на то, чтобы я там... Пропустила испанский... Да, пропустила два... То есть, в принципе, я, насколько поняла, либо тебе очень легко даются языки, либо испанский, он не такой сложный. Испанский не сильно сложный, и он очень хорошо ложится на английский. Есть побочный эффект, забываешь английский на поч. То есть у меня английский был там B2 уверенный, да, а сейчас я уже половину не помню, потому что у меня все вот эти смычки связи лингвистические, они заменились на испанский. Я уже предлоги-то забыла на английском. То есть, правильно я понимаю, если ты как бы знаешь английский язык на такой более-менее хорошем уровне, то, в принципе, изучить испанский будет... Это будет подспорье в испанском, потому что все равно достаточно много конструкций похожих грамматических и достаточно много слов однокоренных. Поэтому, да, английский поможет для испанского. Я просто как человек тоже, который изучает испанский уже три года, могу сказать, что мне реально достаточно легко лёг испанский. Я, наверное, после года разговаривала абсолютно нормально. По крайней мере, я могла бы жить. При этом я занималась два раза в неделю. Я не то, что прям ничего самостоятельно тоже этого не делала, просто, ну, как-то были такие регулярные занятия. Я даже домашку не делала, вот просто два раза. Два часа в неделю я тратила на испанский язык. Через год я уже спокойно ориентировалась в Мексике, разговаривала с местными на каком-то ломаном испанском, и меня всё понимали, по крайней мере. Но у нас года не было. Нам надо было очень в сжатые сроки всё было получить. Ну, у вас, да, поэтому у вас интенсив, да. Поэтому у меня был интенсив по пять часов в день, пять дней в неделю, плюс домашка. То есть там было такое достаточно полное погружение. И, получается, я взяла таких два шестинедельных курса. И мне сказали, что летний курс, он там такой какой-то не особо, там половина преподавателей уезжает, никаких дополнительных занятий. Я такая, не, не пойду. И вот у меня, получается, два месяца есть. И я уже пошла искать какую-то работу. Через два месяца. Через два месяца. Ну, там, получается, через два шестинедельных курса. Вот так. И, в общем-то, я даже её нашла. Супер. То есть ты была, вот, если мы так сейчас переходим к теме поиска работы, ты была первой, кто нашёл работу в Мексике. Правильно я понимаю? Или Олег? Нет, Олег уже работал. А, Олег уже работал. Да, да. Без знания испанского. Вообще. Без. Да, welcome network, welcome IT. Расскажи, Олег, где ты работал? И как быстро ты нашёл работу? Ну, первая моя работа была, как бы, прям вот реально из Фейсбука. Сразу же ребят, если которые рассматривают Мексику, США, качайте Фейсбук. Ну, Фейсбук здесь главный. Ватсап, Фейсбук. То есть они немножко относятся к, у них есть ещё Линкдин, где они непосредственно и занимаются работой, а Фейсбук у них для личных. Ну, я уж прав. И у нас была огромная группа, кстати, то есть люди эмигрирующие, сразу ищите там русскоговорящие в Мексике, русскоговорящие в Испании. Вот эта Фейсбучная группа даст вам очень много контента и какой-то полезной информации. Ты сможешь поделиться ссылочками? Да, да, я добавлю. Да, я прикреплю, чтобы сразу люди шли куда надо. Окей. То есть и там была одна группа, называть не буду, где была одна ветка политическая. Вот прям вот мы там рубились. Нас было трое вот которых вот жестких и вот эти, которые сейчас это образцы. И вот мы там так ругались и общались. Ну, и в какой-то момент я увидел там сообщение о том, что ищут проекты. Реально. Я пошел, оказался мексиканец, но он учился в Татарстане, в Казани год. Он немножко говорил на русском, при этом хорошо говорил на английском. Я вот несколько месяцев, пока он шел там проект, был у них. Но это было как-то там 500-700 долларов. Здесь невысокие зарплаты были тогда. Но мне это, я такой, вау, я оплачу квартиру. То есть это что-то с чем-то было. Сколько квартиры стоило на тот момент? 400 долларов. 400 долларов. Мне кажется, да, много дешевле. Вот это. Мы в ней до сих пор. До сих пор 400 долларов? 450. Ну, сейчас-то мы за смены курса, и плюс нам чуть-чуть подняли аренду. Я сейчас смотрю на свою квартиру, да, 2,5 тысячи долларов. Не, у нас трешка. У меня двушка за 2,5. 450. Могу комнату сдать. Окей. Несправедливость, да. Неужели, да. И далее. То есть, ну, вот в этой как раз политической ветке мой друг говорит, блин, мне тоже project нужен. А я, он сам как раз работал в аутсорсинге, потом его взяли в продукт калифорнийский, и он говорит, пошли со мной. Я пришел в этот продукт четвертым человеком. Был он, два программиста, и я как прочих. Потом мы доросли до 12. Все русские, да? Все русские. Да, да, русскоговорящие, да. Мы доросли до 12. Я 2-3 года там работал. И вот эта стабильность, которая позволила Вике доучиться, нам как-то сформироваться, устаканиться. И я до сих пор благодарен Сергею за то, что вот в тот момент, вот именно вот в этом фейсбучной группе, да. Важный поинт, что фирма Сергея также сделала лего-рабочую визу. Да. Давайте мы про легализацию, да, поговорим отдельно, закончим тему с работой и перейдем к третьей проблеме, да. Ну, в общем, это просто важный поинт, что не только нужны деньги, но еще и нужна работа, которая сможет тебе документы оформить. Потому что, вечно, жить туристом очень неудобно. Согласна, согласна. Нереально практически. То есть и вот эта компания калифорнийская, где я, собственно, и стал таким жестким айтишником. До сих пор там работаешь? Да, упаси, Господи. А, то есть визу получил и свалил, да? Да, наверное. Это, как у нас здесь в США, люди приезжают, отрабатывают 3 года. Нет, в Мексике нет привязки к работодателю. Там просто у директора загорелась мечта собрать офис в Тихуане. Я приехал, два месяца пожил в Тихуане, понял, что я не хочу жить в Тихуане никогда. Хороший город, но не мое, не зашло. И я уволился. И вот такой вот кейс. Но еще раз, то есть не все узкие помогают узким. То есть вот этот вот стереотип, что вас русские сразу же обманут, он есть. Помогалы, особенно везде. Их очень много. Их нужно очень внимательно убирать. Поэтому вам нужен социум, именно русскоговорящий. Любого помогал, вы пробьете. Ребят, а кто-то с ним работал, а русские очень любят друг друга, вам сразу столько выкатят информации, вы поймете мгновенно. И вот в моем случае мне очень помогли, что Борис однозначно и Сергей. То есть в этот момент я встал на путь, получил вектор, по которому двигается. То есть это IT и продуктовый подход. Сколько времени у тебя заняло, Олег? Устроиться или... Получить вектор, понять, что ты адаптировался, что ли, в плане работы? В плане работы, буквально каждая работа, это 2-3 месяца, ты думаешь, сейчас тебя уводят, потому что вообще здесь ничего не нужен. Потом через полгода ты понимаешь, что без тебя компания вообще существовать не может. Поэтому, я думаю, полгода где-то. Понятно, хорошо. Вика, а ты расскажи, вот ты закончила курсы, ты начала оплавиться на свою работу первую, да, через 2 месяца? Да, да. И ты, получается, если Олег у нас использовал русский нетворкинг, к чему я на самом деле всегда людей призываю, те, кто приезжает в любую новую страну, в США, куда угодно, не брезгуйте, не брезгуйте русскоязычным комьюнити. Очень много слышу каких-то ужасных стереотипов, типа, вот, если ты приехал в США, вылезай из своего бамбла. Бамбла, простите, это я все просвали. Бурбуха. Бурбуха. Да, вот, вылезайте из своего бабла и идите к американцам. Нет, нифига, вы американцам не нужны вообще в первые свои месяцы жизни. Вы для них какой-то инопланетянин, который плохо говорит по-английски, да. Идите нетворкинг, да, дружите с русскими, среди них, как бы, есть классные, очень полезные чуваки. Я тоже свою работу нашла через русский нетворкинг в США. И первую, и вторую, кстати, да. И, по-моему, вообще все. А ты, Вика, ты сразу пошла, как бы, по классическому пути, резюме, да? Я пошла, да, тыкаться во все двери, как советское время, наверное. Вот, ну, мне просто было интересно, вообще, в принципе, это реально-нереально. Мне, как юрист, русский нетворкинг от СОП это не помогает, потому что, если нет квалификации, то работать я здесь не могу. Вот, поэтому, ну, я опять же, у меня там было два месяца, потом я понимала, что я опять пойду на курсы с осени. То есть мне нужно просто как-то себя занять. Но здесь есть же русскоязычные юристы, их мало, но они есть. Вот с одним из них я поговорила, его зовут Радмир, и он преподает, он преподаватель, был на тот момент в одном из вузов Мехико. Сейчас он уехал в Канкун. Вот, и он такой, так иди преподавай. Я говорю, ну, как так, я же, ну, не преподавала никогда в жизни. Он такой, Данил, твой там диплом, что ты из-за рубежа, здесь любят, значит, европейцев, ты там белая женщина и тому подобное. То есть здесь это, оказывается, выгодная позиция. Такой спад, да? Да, да, он, кстати, рассказал, как его взяли в одном из университетов преподавать международные отношения, а он юрист. Ну, то есть у него тоже там юридическая просто специальность. Он такой, так я же не специалист в международных отношениях. Они такие, ну, так у тебя же университет МГИМО в международных отношениях. Ну, иди преподавай. Вообще железная логика, конечно. Ты пошла преподавать? Да, я пошла попробовать, то есть я выбрала несколько университетов, там, какой-то повыше категории, пониже категории, и просто везде сходила в отдел кадров, отнесла свое режиме на бумажечке на испанском, такая вот, я девочка. Преподавать на каком языке? На испанском? На испанском, да. На испанском преподавать. На испанском. После трех месяцев обучения, да? Да, да, я знаю, что это сумасшедшая вообще была идея. И, естественно, я выбрала предметы чисто теоретические, потому что я же не могу ничего практического пока что дать студентам. Я сама-то меньше их знаю. Вот, но там какую-нибудь теорию права, там, ну, то есть это я уже знаю. Вот, и в один из университетов, ну, прямо скажем, это то, что у нас в России называется Шарага, то есть это низкоуровневое какое-то учебное заведение, меня взяли, да. Я просто показала свой диплом МГУ, да, я заканчивала Россию МГУ. Но, если честно, им плевать, что ты там заканчивала, потому что они про Россию знают, это тоже примерно столько же, сколько мы знали про Латинскую Америку. То есть им совершенно эти громкие слова, там, МГУ, МГИМО, вообще ни о чем не говорят. Понятно. Вот, поэтому, ну, как бы, окей, диплом есть, там, преподавать что-то можешь, давай, пошла. Вот, и я, наверное, ну, месяц я там проработала, потом на меня пожаловалась одна из учениц, сказала, что я слишком требовательная. Это менталитет тут нужно. Да, да, да. А, тут все надо расслабить. Я понимаю, моя ошибка была в том, что я на первом же занятии, в конце занятия дала им тест по пройденному материалу. Ну, то есть там был, типа, тест на пять вопросов, с моей точки зрения элементарный, но это да, сейчас я понимаю, что это была ошибка, нельзя мексиканцам сразу там какие-то тесты вообще без предупреждения, боже, что происходит. Сначала надо Маргариту, да, потом Фиесту. Ну, сначала они очень, это видно и по продажникам, ну, сейчас уже я работаю, вижу, это видно вообще по всем их сферам профессиональной деятельности, они очень издалека заходят. Сначала надо познакомиться, расположить к себе, там, вот, объездить, желать на какой-нибудь месте съездить, если там вот эти продажники, да, и только потом идет разговор о чем-то серьезном, то есть они очень издалека заходят. Я уже сразу. Я про это, кстати, слышала, вот, про small talks, да, мы там в США, всем известен small talks в США, когда ты знакомишься, там, или первое, там, встречаешь человека, там, hi, how are you, good, good, and you good, like, все, разошлись, да, то я слышала, что в Мексике small talks еще хуже, там. Еще, да, еще. Более раздутый такой, да, что для, как бы, человека из Восточной Европы просто, господи, отстань от меня, давай сразу к делу, пожалуйста, да, вот. Ну, я когда пошла сама учиться на юриста здесь уже в магистратуру, я поняла, что первое занятие – это вообще просто пора познакомиться, что-то там, обсудить какие-то последние события, там, что-то, ну, то есть первое занятие не предполагает подачу какого-то материала в принципе нового, то есть мы просто знакомимся и расслабляемся все вместе. Я же там, ну, задавала, там, доклад, тест вот дала, и они все такие, типа, это что вообще? А учитывая, там, то, что уровень учебного заведения, в принципе, предполагало то, что люди заносили туда деньги и выходили с бумажкой, и, как бы, не надо ничего особо отдавать, они, конечно, были в легком шоке, вот, поэтому сотрудничество у меня с этим университетом не продолжилось. Но какие-то деньги я оттуда унесла и какой-то экспириенс получила. Можно перебью тебя, пока нас Аня не увела в бизнес. Расскажи немного о маэстрии, чтобы не было вот впечатления от вот этой шараги, и вот что у тебя отложилось от мастер-дегри в УНАМИ, что за университет? Ну, да, давайте пару слов скажу, чтобы действительно не оставалось впечатления, что мексиканское образование какое-то плохое. Очень разнообразные университеты, да, есть публичный сектор, государственный, есть частный сектор, частный сектор от очень хороших университетов до, там, так себе университетов, то есть это все очень, как бы, насыщенно. Но где я получила магистратуру, это УНАМ, опять же, там же, где я ходила в языковой центр, на юрфак, это же университет, я поступила в магистратуру, два года там училась, потом еще год писала диссертацию на фоне пандемии, там, и какой-то там работы параллельно, я удаленно работала. И я хочу сказать, что УНАМ очень качественный вуз, очень хороший, он, в принципе, если вы его в рэнкингах поищите, он достаточно хорошие места занимает, особенно если посмотреть гуманитарные специальности, вот, и в юридической специальности, по-моему, последний его рэнкинг был, там, 42-е место в мире. И он там неоднократно получал, там, в Латинской Америке плюс Испания, то есть это такое иберо-американное, да, сообщество, вот, он получал там титул, что лучший университет, то есть обогонял даже испанские вузы. Вот, поэтому, да, не надо думать, что там в Мексике образование это какая-то фигня, нет, они действительно, особенно в социальных науках, гуманитарных науках, они очень крутые. То есть нам даже, как бы, и не снилось, насколько они классные, они очень погружены в международный контекст, то есть сравнивая с образованием в МГУ, у нас как-то на юрфаке, ну, не особо рассказывали про зарубежных авторов, мы как-то все на своем концентрируемся, да, здесь же ты прям чувствуешь себя частью мирового именно юридического сообщества, потому что тебе дают, там, Роберт Алекси, он немец, да, там, Харт, который американец, да, местных, естественно, мексиканских мы не забываем, латиноамериканских каких-то там из других стран, вот, тоже они берут. То есть ты прям понимаешь, что ты действительно в международном таком глобальном каком-то контексте начинаешь ориентироваться и понимаешь там, кто куда думает, да. Ну, и, собственно, с этим дипломом не только в Мексике, у меня очень много выпускников вуза этого, я прям вижу по LinkedIn, которые спокойно работают и в США, если им надо, и в других странах Латинской Америки, и в Европе, да, там, в Испании той же спокойно находят себе место. То есть Мексика действительно способна дать хорошее образование, котирующееся не только в Мексике, но и в мире, при этом бесплатное. За магистратуру я не отдала ни копейки, наоборот, мне платили стипендию 500 долларов в месяц. Офигеть, офигеть. Слушай, ну это реально очень крутой хак, потому что, да, когда говорят про образование, езжайте в США, образование в США дико дорогое, а тут как бы есть такой хак, что можно поехать в Мексику, получить его бесплатно и с этим образованием, да, двигаться дальше. Да, например, с магистратуры ты можешь пойти искать уже PHD в штатах, да, собственно, это мой план раскрыл, да, то есть с этой магистратурой она дает тебе нужные навыки для того, чтобы потом получить образование дальше уже действительно там в каких-то хороших университетах в США, например. Круто, круто, круто. Я немножко добью, то есть у нам 134 тысячи, 134 тысячи студентов абсолютно на бесплатной основе. Это где училась Вика. Я хочу в Мексику. У нам бюджет, по-моему, сравним с бюджетом Гондураса, что ли, ну то есть это целая страна такая внутри Мексики. Офигеть. Да, то есть очень прикольно, ну, это кампусы, это вот огромная, огромная территория внутри города, в которой нельзя входить полиции, то есть там студенты защищены полностью, у них там все свое, то есть они там в 10-м, по-моему, году захватили какой-то, и забыли протест, они здание захватили, до сих пор там живут, то есть никто не имеет права их вытащить, оттуда выкнуть. То есть это полная автономия. Опять же, математически Вика поступила, ей платили 500, мы 500 платили за квартиру, то есть она училась, она учила язык, получала знания, и в этот момент мы начали зарабатывать, откладывать, то есть уже что-то, потому что моя зарплата уже чистый плюс был в бюджете. То есть это вот, этот лайфхак крутой. В моем кейсе, я тоже хочу немножко про образование сказать, я тоже студент мастер-дегри в компьютер-сайенсе, я не говорю в Мехико, в IPN. Это на севере, у нас на юге, а мой университет находится на севере, он также абсолютно бесплатный, в нем 100 тысяч студентов, и в нем есть возможность, именно в моем компьютер-центре, СИКи, учиться на английском. И я учусь на английском, я также получал стипендию, я еще тезис не дописал, вот этот мой косяк, я также получал стипендию на жизнь, то есть в какой-то момент мы решили, давай-ка я тоже прокачаюсь, и языки, но я попал на полную пандемию. Опять же вернусь, я получал стипендию, учился на английском, у меня преподаватели все русскоговорящие неожиданно, у нас технический вуз, там много русскоговорящих преподавателей. Когда Советский Союз распался, в середине 90-х, Мексика создала комиссию и отправила в Россию людей, которые забирали преподавателей, просто говорят, езжай, и мы тебе дадем все. А здесь преподаватели, как и врачи, очень хорошо зарабатывают, на уровне Мексики, но хорошо зарабатывают. И вот именно технические вузы практически все имеют группу русскоговорящих преподавателей. Круто, выслите мне ссылочки, я тоже прикреплю. Да, я добавлю ее нам, и моей кафедры, где у нас учатся сейчас и украинцы, у нас очень разные кафедры, у нас иранцы, украинцы, из Пакистана ребята, много индусов, но у нас искусственный интеллект, поэтому оттуда прям очень много ребят. Супер. И это тоже образование, да, если мы говорим по твоему, Олег, обострованию, оно тоже будет котироваться, допустим, в США, правильно я помню? Абсолютно. Любой вуз, ну, основные любые вузы Мексики без проблем их знают. У ОНАМА целое здание, целый филиал в Чикаго. То есть мы очень гранили, мы очень взаимодействуем в США, мы ментально, но это об этом тоже нужно упомянуть. Супер. То есть образование есть. Да, потому что у нас реально времени очень мало, а тем покрыть много, поэтому давайте перейдем к легализации, потому что, да, у нас мы покрыли три проблемы, две проблемы, язык, поиск работы, и давай перейдем к легализации. Расскажите, как вы лично легализовывались и вообще какие варианты есть легализации для людей, которые приезжают в Мексику? Давайте я начну тогда о нашем опыте легализации, а потом Вика профессионально уже расскажет о легализации бизнеса, компании и так далее. У нас есть эммиграционный юрист, да? Да, да. Итак, в нашем кейсе мы приехали, я устроился в американскую компанию, говорю, ребят, ну мне надо как-то регализоваться. Они говорят, ну давайте откроем, мы готовы открыть филиал в Мексике под тебя, но разбирайся с этим сам. И я такой, Вика, ты же юрист, ты давай. То есть вообще, она еще даже не поступила в Луна, и она в Мигру уходила. То есть просто компания не хотела выделять деньги, тут дорогие юристы. И мы сами, Вика, изучала, что как мы открыли филиал калифорнийской компании, получили на нее лицензию на найм иностранцев. Меня наняли. В этот момент мне дают офер и говорят, ты должен как бы, я не буду рассказывать, через что мы прошли это долго, но там тоже было тяжело. Но мы с этим офером летим, нужно покинуть страну, летим в Гватемалу. Я прихожу на собеседование в консульство, мне спрашивают, чем занимается компания, показывают приложение, сайт. Они говорят, ну да, вроде все сходится. Дают визу. Мы вылетаем обратно, я прихожу в миграционный центр, говорю, вот я здесь, вот в этой компании. Они мне дают на год ВНЖ. Прямо сразу ВНЖ дают? Да. Жительство дают? Временный вид на жительство, да. Дают на год. То есть мы примерно где-то полтора-два года, пока этот процесс шел, оформление фирмы здесь, ну не быстро. Жили как туристы. Виза РАН стандартно, где-то просто забили. А вот сейчас чуть-чуть хочу уточнить, потому что вы сказали изначально, что как туристы можно 108 дней в год. 180 дней. То есть вы как бы выезжали и въезжали? Да. Просто вылетали и влетали в страну. Тогда еще в Мексике было, ну это получается 16-17 года, было очень такое расслабленное отношение к русским, которые по электронному разрешению влетают, вылетают. Поэтому достаточно было выехать там на 2-3 дня в Глотемалу, например, и влететь обратно, и тебе опять ставили 180 дней, живи. Потом как бы лавочка прикрылась из-за того, что очень много людей летали в Мексику. И потом, да, эти, во-первых, жили годами, не легализуясь никак. Во-вторых, бежали на север. А, пересекали границу. Да, и, соответственно, к русским туристам стали, ну русскоязычным, потому что это на все страны СНГ на самом деле распространяется, стали относиться с большим подозрением. Сейчас вот такой виза-ран 2-3 раза сделать, ну я бы уже не рекомендовала. Невозможно. Окей, и получилось так, что я вот получаю этот первый ВНЖ. Мне говорят, едь в Тикуан, я приезжаю, мне она не нравится. Я такой, так, хватит, я увольняюсь. У меня год на ВНЖ. Я понимаю, что сейчас надо что-то делать, решаю поступать в университет, но понимаю, что мне нужно продление. У меня ВНЖ на год. И мне нужно устроиться в какую-то компанию, которая имеет право на найм иностранцев, и которая мне сделает следующий ВНЖ. А следующий ВНЖ делается на 3 года. И я такой, блин, и я устраиваюсь на компанию, опять же, к тому же самому человеку, мексиканцу, его зовут Алан, который учился в Татарстане, у него новый проект с криптой связанный. Я такой, Алан, он говорит, блин, мне нужен проект. Я устраиваюсь. Я говорю, блин, мне продлиться надо. Он говорит, ну, сейчас делает разрешение на найм иностранцев, я продлеваюсь, мне сразу дают темпорально 3 года. И через месяц после того, как я продлился, криптопроект неожиданно рассыпался, и я уволился. А ВНЖ они забрали или он остался? Нет, ВНЖ не забирается. А, то есть ты получил ВНЖ. И в этом году я получил ВНЖ по факту 4 лет на ВНЖ, из которых я работал полгода, по сути. У меня было, получается, 4 года официального нахождения в Мексике, из которых я реально полгода работал там, полгода работал там, по 3 месяца даже. И они говорят, не, ну, 4 года уже здесь, вот тебе ВНЖ. И мы получили ВНЖ, и вот сейчас уже готовимся к экзамену на гражданство. То есть по факту 5 лет легального статуса в Мексике ты имеешь право податься на гражданство. На гражданство, конечный список вопросов, их, по-моему, 100, а историй 300, неважно. Но он конечный, его можно выучить. И B1, 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 знание испанского на получение гражданства. Что дает гражданство Мексики? Гражданство Мексики дает безвизовый въезд в Канаду. И там вот можно сверху спуститься, потому что там границ нет. И безвизовый въезд во все страны Европы. Европа без виз для гражданина Мексики. Ну, а там это вообще не спрашивают. Слушай, подожди, почему с Канадой можно съехать? Там забора нету. Там забора нету, там стоят КПП, а все равно они проверяют твои документы. А если 10 метров от КПП пройти? А что, так можно? Мы проезжали всегда через КПП. Это была реальная система. В какой-то год количество нелегальных мигрантов в США из Канады, ну, в Америке, их было больше, кто пришел с севера, чем тех, кто пришел с юга. С юга? Офигеть. Потому что, опять же, стереотипы. Вот, типа, только мексиканцы пересекают границу между Мексикой и США. Да, там мексиканцев мало, очень маленький процент. Там гватемальцы. Ну, кабинет-туэльцев, да, да, да. Да, да, да. То есть вот эти вот караваны, они тут из Гватемалы, Белиза, Никарагуа. Там мало мексиканцев, потому что, блин, до Канады долететь 500 долларов. И там перейдешь вместе за лосем, спрятишься, тебя никто не увидит. И все, и ты в США. Вот этот важный стереотип. То есть мой кейс, две работы, именно в моменте получения карточки, пребывание 4 года, ПМЖ, и в 5 лет получение гражданства. Несложный экзамен. Все. Вот этот, как у нас было. Теперь я расскажу, как сейчас, не я расскажу, Вика расскажет, как сейчас происходит легализация, легализация бизнесов. В Мексике, потому что сейчас все изменилось. И сейчас очень много русскоговорящих, как в компании, так и стартаперов, начинают ехать сюда. Сейчас, когда ты говоришь сейчас, ты имеешь в виду после 24 февраля, правильно? Да. Ну давай, Вика, тебе слово. Ну да, давайте некоторая поправка все-таки к нашей истории, что нам очень сильно везло. Не было там никаких проверок. Мы не натыкались ни на какие проблемы, потому что, когда мы все это делали, все равно в Мексике все было так расслаблено. Не настолько все контролируясь постепенно. Естественно, вот это вот раздолбайство мексиканское уходит. Они начинают налаживать систему везде, и это как раз в том числе проявляется в том, что все сложнее вот такие финты ушами проворачивать, что ты там, например, не работать на той работе, по которой ты получил визу и так далее. Но на самом деле, да, после 24 февраля очень много интерес к Латинской Америке, в принципе, возрос, потому что интересный рынок. Кто-то просто хочет, например, релацировать команду и продолжать работать на США, потому что из России или из Беларуси это стало практически невозможно делать. Кто-то хочет именно бизнес вывести, потому что оставаться только в российском рынке уже неинтересно. На рынок США, например, еще рановато. А тут Латинская Америка, да, там есть очень много сфер, которые по сравнению с СНГ отсталые, можно сказать, да, много нерешенных каких-то болей, которые там в России уже решили. Вот, а здесь все еще такое традиционное. Ну, например, там банковские сферы, финтек в Мексике сейчас просто вот так вот растет. Потому что традиционные банки, они все такие, знаешь, со скрипом работающие, там, с чековыми книжками, там, а принесите вот эту справку и все такое вот. Потребность в деньгах, естественно, есть у населения. Вот, поэтому действительно, да, оказывается, Латинская Америка интересный рынок для многих-многих бизнесов. И вот кто-то, да, ревоцирует команду, кто-то ревоцирует именно бизнес. Соответственно, встает вопрос о том, как людям здесь жить, потому что туристам жить в Мексике сложно. У тебя, ну, ты не можешь открыть местные банковские счета, например, в основном, во что убирается. Ты не можешь там надолго снять квартиру, да, или это сложнее, чем для человека с документами. Вот, поэтому предпочтительно, конечно, как-то легализоваться. И вот, как мне кажется, по сравнению со Штатами, Мексика гораздо проще все это сделать. То есть у тебя может быть легализация по работе, вот как был путь у Олега. Работодатель здесь делает разрешение на найм иностранцев, тебя официально нанимают. И в консульстве Мексики за рубежом в любой стране получаешь свою рабочую визу, по ней влетаешь. Ну, и важно, что вся семья как бы идет паровозиком. То есть Олег получил рабочую визу, я просто, как жена, всегда по нему получала свой статус, да, соответствующий. Ну, да, совершенно так же грин-карту, и когда есть вид на свидетельство, грин-карту получаешь, да, тоже, а твоя семья тоже паровозиком. Да, ну вот просто в Зеландии, например, было не так, когда мы искали, там, в далеком четырнадцатом году, например, если бы я переезжала по образованию, то я не могла забрать супругу. Потому что вот те программы, по которым я могла бы учиться, там, двухучет или около юридическое что-то, они не давали мне права забрать партнера. Партнер не мог бы получить визу. А вот там Олег, например, мог бы меня забрать. Ну, то есть в других странах могут быть другие системы. Вот Мексика хороша тем, что один получает работу, паровозиком вся семья заезжает. Причем семья не только жена и дети, но и родители. Родителей тоже можно забрать. Да, потом один официально работает, медицинская страховка государственная распространяется тоже на всю семью. То есть жена, дети, родители. Медицинская страховка государственная, я вам так зову. Да, у нас есть государственная страховка ИМС. Она, конечно, не фонтан, но там самые базовые вещи, там, естественно, можно сделать. Не дай бог какие-то переломы аппендицита или еще что-то такое, оно все это закрывает, и оно будет нормального качества. Я за свою уговенную страховку плачу больше, чем вы за свою квартиру в месяц. Я плачу 500 долларов, 550 долларов за страховку, которая не покрывает почти ничего. Это очень грустно на самом деле. Это реалии США, да. Мы в Мексике тоже взяли еще сверху частную страховку на всякий пожарный, но в целом мы жили там на государственной страховке, я ходила в поликлинику местную. Ну, то есть, если это не стоматология, то все нормально. Стоматология, грустно все, государственная стоматология, лучше найти частного донтиста. А все остальное, ну, как бы нормально. Так, это вот рабочая виза, да. Но здесь нужна такая добрая воля работодателя на то, чтобы получить разрешение на найм иностранцев и вот заморочиться с этой бумажной работой. Там проблема в том, что все это бесплатно для компании, то есть нет никакой пошлины. Но нужно в этом разобраться, нужно там напрячь локального юриста, который не всегда там вообще соображает миграционных вопросов, или найти иммиграционного юриста, который все это сделает. Вот, то есть, если вы не такой какой-то супер-пупер классный специалист, то, наверное, ради вас компания мексиканская не будет с этим заморачиваться. Ну, то есть, надо тогда изначально настраиваться на какую-то компанию, например, международную, которая вот есть там подразделение какое-то в Мексике. У них, скорее всего, все это уже будет. Или там, например, тот же крупный университет или какой-то исследовательский центр, у них по умолчанию это есть. То есть, ну, нужно будет соизмерять, да, насколько ты там квалифицированный кадр, что ради тебя там компания в Мексике будет заморачиваться. В нашем случае это... И, скорее всего, на местном рынке уже есть там мексиканец, которого можно взять, он будет, может, чуть похуже, но зато как бы сразу. Да, я поняла. Поэтому, да, тут такая сложная вещь. Другое дело, что, например, когда релацируют бизнес, там, например, какие-то из моих клиентов, ты сначала переводишь компанию, ну, открываешь здесь компанию, ты на эту компанию получаешь разрешение на наим иностранцев, естественно, потому что человек заинтересован, и там сам себя, например, в нее нанимает. Или перевозят там своих сотрудников, да, уже официально. То есть это реально, это несложно, просто сами мексиканцы им как бы... Просто говоря, ну, вот здесь 130 миллионов населения, ты найдешь кого-то, кто уже с документами, кого можно взять прямо сейчас. А вот расскажи кратко про перевозь компании. Допустим, вот у меня бизнес в России, к примеру, компания. Могу ли я переехать со своими людьми в Мексику? Вообще, как это происходит и сколько это стоит? Ну, как, ты просто открываешь компанию в Мексике, для этого тебе нужно как минимум два акционера или два участника. В Мексике, да? Нет, вот любые, кто угодно, но их должно быть двое. И в Мексике тебе нужен представитель с доверенностью. Вот, представитель этот должен быть, да, уже местным. Не обязательно мексиканцам, может быть, иностранец с видом на жительство. Но у него должны быть там все местные бумажки, там, налоговый номер, да, там, индивидуальный номер. То есть у него должны быть уже документы. Но сами учредители и даже директор фирмы не должны быть мексиканцами, может быть, иностранцами без вообще какого бы то статуса. И в этом нет никакой проблемы. Там, определяетесь вы с корпоративной структурой. Будет ли это, там, корпорация, да, будет ли это общество с ограниченной ответственностью, да, LLC, да, например, как у вас. И собирается документ по списку, готовите устав. Ну, я это обычно делаю. Идем к нотариусу. Нотариус нам делает компанию. Компания, там, получает ряд нужных регистраций. В общем-то, все, она готова к функционированию. Например, если у вас уже есть клиенты в Мексике или в Латаме или, там, в США, вы открываете банковский счет компании и можете начинать деятельность. Если, естественно, она не лицензируемая, если лицензируемая, там, другая история немножко. Вот. Все, можете получать деньги от клиентов, платить здесь налоги, то есть компания функционирует, да. Вы можете, там, из России вывезти деньги, заведя их сюда, как уставной капитал компании. То есть пока что банки мне даже обещают принимать переводы из России, мексиканские. Ну, как бы тут точно я вам не скажу, потому что пока что все клиенты как-то окольными путями все-таки заводили. Видимо, успели уже вывезти куда-то из России и сейчас заводят в Мексику. Но чисто теоретически пока что банки готовы даже из России переводы принимать. Вот. Ну, примерно так в двух словах. То есть создается компания, для компании нужны два акционера, определенный там список документов, и все вперед. Вы можете как зарабатывать на местном рынке, так и просто вывезти деньги из другой локации и тратить их здесь, например, на персонал. Да, вы вывезли еще персонал, просто платите им зарплату из этих денег. А вот какая сейчас ситуация именно с перевозом именно компаний русскоязычных? Может быть, мы так плавно перейдем к стартап-тусовке в Мексике? Что сейчас происходит? Много. Просто много приезжает сюда, да, много людей. Олег, вот один из создателей чата в Телеграме «Латам бизнес», да, когда ребята начинали, они думали, ну, будет там человек сто, максимум соберем, там три коллеги, которым интересен «Латам». Сколько там сейчас? Тысяча? Две четыреста. Две четыреста. Да, ссылочки тоже, да, пришли мне потом, тоже предложу. Это Андрей и Саша. Чат, я присоединился к ним, когда они уже создали. Ну, помогать. Баг, стилбокс, Андрей. Это чат для именно вот стартаперов, правильно, да? Ну, да, именно по «Латаму». Не только по Мексике, не только по Мексике, да, по всей «Латинской Америке». Да, да, да. То есть есть компания «Ебак», это нормально здесь. Это Андрея Нищенко и Саша. Это ребята «Скиллбокс» и британская школа дизайна SEO. Они сделали компанию до того, как это стало мейнстримом в Бразилии и вышли на рынок в Мексике. То есть они прошли через этот чуть ли не самый первый тернистый путь. И такие, когда началась война, они такие, блин, ну понятно, что сейчас поедут все. И Андрей у себя в Фейсбуке сделал такой пост, типа, «Ребят, давайте вот чат создадим и будем обмениваться информацией». И вот в нем уже 2400, причем выборка такая наша, то есть стартаперская. То есть кто-то и разный бизнес. Есть, они везде. Там ты купишь и крипту, и продашь. То есть эти там уже полно. То есть, ну это как пример того, что реально много людей заинтересовалось. Они сейчас распределяются по Бразилии, почему-то Аргентине. Нет, вот это я вообще понять не могу для меня. А что не так с Аргентиной? Два курса, деньги ты не выведешь, оплатой карты ты должен платить картой с паспортом. Там полный капец. Инфляция 100-150% за 6 месяцев? Шашка кофе стоила 200 песо, а теперь она стоит 300 песо, да? Один и тот же доллар, условно. Нет, это очень нестабильная экономика. Там прикольно жить, если ты получаешь доход из-за рубежа в доллары. Тогда все в шоколаде. Внутри зарабатывать и жить тяжело. То есть для меня это, я прекрасно понимаю, много людей там прекрасно себя чувствуют, но для меня это не подходит. То есть плюс там половина госслужащих. В стране половина разработчиков это госслужащие. У них очень проблемы с МВФ и так далее. И еще один стереотип, Аргентина, мне в Португалию ближе приоритет, чем в Аргентину. То есть это очень... Да, далековато. Да. Расскажи вообще, что за стартапы вообще вот в этой тусовке? Это стартапы, которые оперируют на рынке Латама или это просто как бы... Ну, опять же, давай, вот есть вот этот чатик, плюс много локальных чатиков возникло, и много людей переезжают. Две причины и две разные ситуации в основном. Ну, я опять же на Мексике. То есть раньше нас, мы все друг друга знали здесь, а айтишники вот прям все друг друга знали. А сейчас ребята едут, 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 едут и много едут. Что движет? То есть первое, это ребята работали на Европу, стартапы работали на США, варились как-то в России, находились, но умудрялись иметь клиентов за рубежом. Это и аутсорсинговые компании, это и стартапы какие-либо. У них вот этот вот стереотип, что мы поднимемся в России, а потом будем по всему миру. Ну, вот они, у них что-то такое получилось. И вот после начала войны это уничтожено, никто с Россией работать не будет, и нахождение команды в России тоже становится проблемастичным. И ребята начинают выводить бизнесы просто. Им нужен юрлицо, им нужен новый адрес в нормальной стране, которому будут доверять. Американцы прекрасно знают Мексику, они любят ее. Это для них понятная ситуация. Юрисдикция, да. У нас беспошлая торговля, там какой-то, ну это Квики, наверное, больше. То есть там граница с Северой. То есть это первая причина. И вторая причина, что те, которые хотели подняться в России, либо поднялись, то есть у них какой-то бизнес был в России, и понимают сейчас, что этого бизнеса не существует. То есть либо они этот бизнес уничтожен будет, то есть они видят по цифрам, что им у нас конечное число, конечное время для полного уничтожения. Либо понимают, что не то, что масштабироваться, то есть да и не хотят там жить. И вот они такие команды, и ребята такие, так, надо куда-то ехать. И прекрасно понимают, что удаленно построить невозможно, особенно в Латане ничего. И они решают для себя полную эвакуацию, перевозку команды и так далее. И вот они приезжают в Мексику, открывают фирмы, начинают здесь рынок. То есть я уже заметил бурный рост ЭДЮТЭКа, то есть школы языковые пошли, то есть там всякие именно вот такие айтишные маркетологи начинают что-то пытаться, прорабатывают гипотезы, КАЗДЕВЯ, то есть уже начался. То есть в Мексике, да, на испанском языке? Да. Латинская Америка, чем прекрасно, что у нас один язык. Ну, Бразилию не берем, там неправильно говорят по-испански. Ну, а в основном эквадорец поймет венесуэльца, кубинца, аргентинца поймет. Есть слова, которые различаются, термины, произношение, но смысл, то есть они будут поняты. Ну, да, я имею в виду КАЗДЕВ, если русскоязычный стартап переезжает, им нужно КАЗДЕВить на испанском языке, как они это читают? Нанимают местных, что ли, или сами? Нанимают переводчиков, что-то пытаются, но я посоветовал учить язык, вот однозначно. Понятно. И сейчас передам слово, видите, именно по кейсу. То есть сразу же ребят, которые вот либо в пути, либо сейчас зависли в Казахстане и такие сидят, а те, что дальше делать? Алмата, Астана, ну, не то. Либо в Грузии, Армении, в Грузии очень хорошо. И такие, блин, надо дальше. То есть, ой, извините, стори тевинг. Я встречался с эмигрантами, которые были эмигрантами во Вторую мировую войну, и они рассказывают. То есть сначала ты выбираешься из софта, а потом по всему миру. И вот сейчас я вижу на айтишную эмиграцию, вот они перешли границу и сидят в раздумьях. А что же делать дальше? Да, дальше, да. Турция мне не нравится, ну, не заходит. И вот сейчас они медленно перетекают в лотам, где непосредственно начинают свой бизнес, либо продолжают существующие. То есть две когорты. Те, кто работает на США и продолжают, и те, которые ищут новый рынок. И теперь я хочу, чтобы Вика рассказала именно тот момент, что невозможно работать с Мексикой удаленно. О, да, это моя любимая история, когда, ну, это было еще там до войны, сейчас-то, конечно, во всех щемятся кто куда может, пытаются кто как может. Но стереотип, что вот мы там выстрелили где-то в Азии, да, или там в Африке, где там у нас все получилось, мы молодцы. И получилось это там с удаленной перепиской, да, там, да что-то мы напишем на английском и туда-сюда, и все нормально будет. К сожалению или к счастью, не знаю, лотам так не работает. Вот опять возвращаясь к теме, что они очень медленно заходят всегда во всех вопросах. Невозможно написать e-mail и как-то там все, что все у тебя сразу сложится, да. Без местного юрлица очень часто вообще не хотят работать. То есть у тебя может быть компания, я не знаю, в Гонконге, в США, но нет местного юрлица. И все такие, ой, а как нам с вами там, а как нам работать с вами, а мы не знаем, как вам счета выставлять. Вот, если вы говорите на английском, только на английском, и там переписка только на английском, сразу вы как бы сужаете себе там рынок партнеров, да, с которыми вы можете работать. Во-первых. Во-вторых, те, с кем вы можете работать, выставляют вам x2, x3 цены только так. Слушай, ну, это вспоминает Россию, да, по-моему, да? Вот примерно плюс-минус, да, русские не знаю, да, не будем с вами работать. Или, ой, нас американец, давай обдерем, да? Ну, вот что-то в этом роде, да, то есть не то, что давай обдерем, но просто если там ты не знаешь испанский, значит, с тобой нужно общаться на английском, значит, у нас должен быть англоязычный персонал. Ну, то есть это значит для нас лишний геморрой, поэтому, пожалуйста, заплатили там в два раза больше, да? Вот, поэтому нужен для, практически для любого бизнеса нужен местный представитель какой-то, потому что это сильно облегчает процесс. У меня, вот моя любимая история, когда меня какой-нибудь клиент знакомит там с партнерами или там с какими-то сторонними юристами, вот, и они сначала говорят со мной на английском, потом я перехожу на испанский, они понимают, что я знаю испанский, все. Они ни с кем дальше не общаются, они пишут только мне, и я уже дальше распределяю там всю эту информацию. Они такие, о, а ты, ну, как бы дай свой WhatsApp, да, и там все решается уже гораздо-гораздо быстрее, гораздо проще становится процессом. Здесь есть фундаментальный момент. Потому что я для них местная. Да, да. Есть фундаментальный момент этого, именно менталитет мексиканца. Они крайне не любят трудности. Они будут пытаться максимально избавиться от трудностей, от какого-то дискомфорта. Это очень для них важно. То есть в любой момент, когда они могут от этого избавиться, они избавятся. И неважные финансовые составляющие. Конечно, мы не берем 100%, мы берем большую часть. И для этого, как только кто-то говорит на испанском, в их менталитете все, они переключаются на него. И так же для этого. Да, да. И так же, когда они получают письмо на английском, они такие, то есть вроде он понимает его, ну, это ж надо и написать на английском. Тут они на испанском иногда ленятся писать, потому что вопрос сложный. И они такие, блин, не буду писать. А на английском все паста. Даже не мечтайте. Да, Вика? Да, я, извиняюсь, пыталась перебить. Слить клиента, который неудобный, даже если, там, будь он 100 раз, 150 раз суперперспективный, будь это, там, какая-то крупная корпорация иностранная. Ну, вот если он неудобный, то они его сольют. Ну, вот так это условно. Просто лень, да? Им просто лень. Ну, не просто лень, а, да. Сложно. Мексиканцы не любят сильно уж замрачиваться. Ну, опять же, да, мы говорим очень генерализованно, есть разные люди, есть, там, люди, которые любят челленджи, да, и начинают, там, пытаться. Но, вот, в среднем по палате, если, там, у них уже какой-то налаженный поток клиентов других, то, вот, они скорее на них переключатся, чем будут, вот, с тобой сидеть и ковыряться, да, что ты весь такой нетипичный. Ну, как бы, зачем, если можно заработать, там, меньше деньги, но понятным, простым, приятным способом, еще поулыбаться друг другу, там, и так далее. Вот, поэтому, да, слить сложного клиента – это вполне нормальная тема. К этому надо быть морально готовым. То есть, у меня, в связи до того, что я, там, перебираю несколько нотариусов, если у меня какой-то, там, чуть более сложный случай инкорпорации, то это все, это прям надо заморочиться, чтобы нотариус согласился, значит, при том, что я говорю на испанском, я могу ему все объяснить, но я притаскиваю с собой вот такую вот кипу документов с переводами, с какими-то апостилями, он такой, да е-мое, и начинает в этом ковыряться. Слушайте, супер, ребят, давайте поговорим про локации, да, про города и места в Мексике, вот, куда вообще люди переезжают, куда стартаперы, куда стоит переезжать, какие, да, города, куда не стоит. Расскажите, пожалуйста. Давайте я тут. Начнешь? Да, я начну, это моя любимая тема. Когда началась пандемия, загадевающий Сан-Франциско, Нью-Йорк, по-моему, в полном составе переехал в Канкун. А я могу сказать, что в Техас, мы до сих пор принимаем беженцев из Техаса, ой, из Калифорнии, Нью-Йорка. У нас дикий рост недвижимости, ценно недвигу в Канкуне, но и на Юкатане. Просто Америка открыла для себя Мексику второй раз именно с приходом пандемии. Инвестиционно, это и венчурные инвестиции, это и в реальный сектор, это и в недвижимость. У нас сейчас в Канкуне строится мегабыстро. То есть у нас мы не Мексика, мы Соединенные Штаты Мексики. А мы, это, наверное, наше название нашей страны. То есть мы, каждый штат, он на самом деле отличается, пусть бурно, немножко даже языком, менталитетом и людьми. Тут много разных племен индейцев. Юкатан, это вот наша страна, тоже это наш штат, но он отличается, он завязан на туризме. Туда много приехало, как на американцев, так и русских. Кто любил Таиланд, Бали, тусил в Индии, вот они перетекли в Канкун. Там много людей, которые гиды, фотографы, и почему-то очень много любят Канкун, ребят, скрипты. Это, мы их мечтали. Легалайс, вот это все, там все хорошо. Легалайс, да, в Канкуне? У нас везде Легалайс. У нас везде Легалайс. Хорошо. То есть, и ребята, ну, опять же, там тепло, там Карибское море, там все понятно, там много говорят на английском. То есть, там много и талантливых ребят, айтишников, которые приезжали на зимовку, когда пандемия была, и таки, блин, а тут классно. И относительно недорогая недвижимость, аренда. И они, там большой хаб русскоговорящих именно в теме. Дальше идет центральная часть. Это вот Мехико. Мехико – это 20-миллионный мегаполис, развитый. Есть Uber, есть DD, есть такси Tesla. Проезжает Tesla, катаешься на Tesla. Общественный транспорт, много ресторанов, отелей, движника молодежного. То есть, виворки, каворкинги, бизнес-центры. Опять же, все крупные компании – Google, Facebook, Amazon – они имеют представительство. Потому что издалека нельзя работать с Мексикой. Не по юридическому, именно по методологии. То есть, менталитету. И поэтому у них тут все тоже компании. Здесь есть как бы движ. Вот здесь движ, он немножко отличается. Самое интересное, что я слышал о Мексике недавно, и мне такое поразило, это то, что практически 80% мексиканцев, получивших образование в США, в Европе, возвращаются в Мексику. Потому что здесь их дом. То есть, они привозят эти знания. У нас идите на роги. У нас вот такой по экспоненте рост венчурной индустрии. Опять же, сейчас очень много китайцев приехало со своими технологиями, потому что у них сейчас проблемы, и США проблемы, и они теперь мексиканцы тоже. И у нас дикое развитие. То есть, Мехико – это хаб, который нацелен на Мексику и Латинскую Америку. Дальше есть север Мексики. Он полностью завязан на логистику с Соединенными Штатами. Автопроизводство множества заводов. Форда, Фольксвагена, вообще с заводов. Это какой именно север? Вот Тихуана, да? Это Тихуана, Мехикали, Хуарес, Лоредо вряд ли там еще опасно. Ну и хотя и в Лоредо, наверное. Короче, север Мексики – это индустриальный. Они даже у них есть… Вот, наверное, я Вике передам. Вика, есть ли вот мексиканская вот эта север и южанин? Да, разделение есть. И я бы сказала, что вот такая индустриальная зона, она даже пошире, потому что вот Олег назвал города, они прям приграничные. Но на самом деле туда спокойно, да, можно включить Монтерей, который, в принципе, уже удален от границы. Это не приграничный город, это там столица штата Нойвалион. Вполне себе самостоятельный там город, не какой-то предаток штатов, но именно по менталитету, по образу жизни, даже по внешнему виду это Мексика, которая стремится быть похожа на США. И она действительно завязана на США. И у них, да, это вот такой как раз именно индустриальный центр, там штаты с сильной экономикой и какое-то противостояние с центральной Мексикой, которая такая более аграрная, да, более сельская, более традиционная, оно есть, да, там, значит, северяне такие, типа, да вы там в земле копаетесь, и маленькие вообще все какие-то не такие. А центральная говорит, зато у нас культура, у нас традиции, у нас там колорит мексиканский, а вы там живете на севере, да, там стремитесь быть США, да. А у нас вот какая-то национальная идентичность здесь есть. Аутентичность, да. Да, 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 это действительно есть такое, ну, как бы я бы не сказала, что это какой-то серьезный конфликт, ну, то есть это так, пошутеечки между своими, да, это может быть такая тема. Но различия действительно есть между севером и центром, и югом, да, который идет отдельно. Действительно есть такая разница по регионам. А куда мне не стоит ехать? Вот какие, я слышала очень много всяких... Тихуаны. Да, Тихуаны не надо. Что это опасно, Мексика опасно. Мне постоянно говорят, когда я еду в Мексику, мне говорят, что тебя там убьют, да. Нет, это такое прям... Прям страшные, ужасные, куда не надо ехать в Мексику. Это стереотип, да, да, да. Чего-чего? Я могу добить. Давай, давай, давай. Мне нравится. То есть сначала добью тот кейс, чтобы вы понимали. Центральная часть, идешь, все играют в футбол. Дети играют в футбол, взрослые играют по вечерам в футбол. На севере Мексики идешь, люди играют в бейсбол, баскетбол. То есть бейсбол очень... Американский футбол, кстати. Все лиги с севера у нас, все команды с севера. В Мексике, да. То есть есть такое разграничение. Теперь о криминале безопасности. Стереотипы, очень дикие стереотипы. Элементарно гуглющие. Ребята, ну гуглите на английском, пожалуйста. Не задавайте вопросы, если вы не погуглили. Вот, ну вот, вбейте рейтинг опасных городов в Северной Америке. Вы идете Сент-Луис, Детройт. И там, снизу, Мехико. Вот, то есть, есть такое. Относительно криминала и вот всяких картелей. Они существуют. Это факт. Они не лезут в политику. Они не лезут их имени рады. Ну, как не лезут? На своей территории. На своей территории. То есть, у них есть вот эти горные районы. Геррера, Синало, куда не доедешь на машине. А туристических маршрутов там нет. Это высокие горы, где растет мах. Они всегда были брошены, государством брошены эти люди. То есть, ну, у них не было ничего. Потом приехали колумбийцы и сказали, не то растите. Они начали выращивать. У них появились деньги. Они начали жить там хорошо, строить больницы. То есть, я не оправдываю это преступник. Но там много вовлечено людей, которые просто в сельское хозяйство. И, к сожалению, победить это пока невозможно. По причине того, что очень много людей вовлеченных даже не понимают, что они нарушают закон. Это единственный способ для них выжить. Вот этих горных заброшенных районов. То есть, поэтому борьба с картелями – это отчасти даже гражданская война у нас. То есть, в принципе, вот, допустим, вряд ли стартаперы будут приезжать в горы куда-то, да? Вы не доедете. Да, если брать города. Вот я выбираю между какой-нибудь городом Мексики. То есть, правильно я понимаю, что, в принципе, все относительно безопасные? Все относительно безопасные. Да, за редким исключением все относительно безопасно. То есть, есть какой-то город, вот такой более-менее крупный, куда не стоит ехать, помимо Тихоа. Я не помню название. Есть какой-то город на побережье Мексиканского залива. Он там, туда почему-то очень любят отправлять наших русскоязычных нефтянников с семьей. Хотя он, в принципе, не особо приспособленный как бы для жизни. Вот я просто не помню его название сейчас. Но вот стартапер туда вряд ли не поедет, ну, там, потому что нечего делать стартаперу. Но если вдруг вы в нефтянке и вас там посылают, то вы как бы 25 раз проверьте, потому что действительно есть там один какой-то такой совсем мрачный, угрюмый, небезопасный, куда лучше не ехать, да. Портовый. А в остальном, да, портовый город. В остальном. Портовый, поэтому туда приезжают много кораблей, и на части из этих кораблей находятся наркотики. С Колонгии, Сунисуэлы. И поэтому часть города постоянно вот в этом вертится, и это очень плохо. Потому что кто-то хочет быть на них похожими. Ну, молодежь, например, дети, подростки попадают в такие обуви, на ограблю, поднимутся в ранкинги, вот этого, может, когда-то разрешат на наркотики посмотреть. То есть это есть. Я хочу Тихуану, потому что я ее в вечную стебу, и как-то, не дай бог, сложится мнение. То есть Тихуана большой город, двухмиллионный, даже больше. Там есть разные районы. Плая из Тихуана, там много наших невест, которые вот там живут и ждут. А, как Иваново, Ивановцы. Что такое невеста? В Соединенные Штаты Америки не очень любят, когда американец выходит, находит девушку с другой страны. У ней получается виза невесты. То есть ты ждешь оформления, тебе запрещено въезжать в США, и ты ждешь, когда США тебе разрешит. И многие перевозят своих девушек в Тихуану, потому что от Лос-Анджелеса, Сан-Диего, ну, полчаса езды. И они там живут в Плая, если в районе, ждут, пока решатся эти проблемы с документами. Город не ест, точно, я поняла. Да, и вот, то есть, ребята, американцы работают в США, на выходные приезжают домой, где вот любимый человек. То есть, и там много девчонок, да. Ну, русскоязычных, да? Русскоязычных, да. То есть, есть этот кейс. Я живу в несколько моментов. Почему мне не нравится Тихуана? То есть, мне понравилось, кто-то выразился, что это город неудачников, по той причине, что либо ты вот нигде не совершился, и хочешь в Америку, и приезжаешь туда. Либо тебя уже депортировали из США, и ты сидишь возле границы, ждешь, а как обратно попасть в США. Там очень много вот этих, кто шел через Юлу в Латинскую Америку и завис возле границы. Там много тех, кого депортировали, там много преступностей, на самом деле. Там много вот на горах именно вот Бариусов, таких вот фавел, прям очень страшных. То есть, я вот не советую. Но при этом там есть районы, где прекрасно себя чувствуют, там вполне безопасно и комфортно. То есть, сейчас вот именно Плаяц до Тихуана вполне себе безопасный город, если сравнить, что происходит в нашей родине. Да, Вик. Да, тут надо отметить, что устройство любого мексиканского города, оно отличается от российских городов. Здесь нет четкого разделения, что вот центр это хорошо, прилично, безопасно, и там к окраинам расползаются такие небезопасные районы. Все перемешано в любом городе. То есть, исторический центр любого города, как правило, не очень безопасный, очень такой грязный. Там вечерами там ходить вообще. Да, бомжи, там какие-то другие маргинальные свои. Ну, то есть, там лучше не ходить. Вот почему у нас там, ой, вот в центре Мехико, значит, там отель у меня, там, или я квартиру сниму в историческом центре. Не надо так делать, потому что в историческом центре днем хорошо, красиво, много людей, вечером темно, страшно, мало людей, много бомжей. Не надо так делать. То есть, вот на примере Мехико, Мехико вообще весь там перемешанный, перепутанный, потому что у тебя может быть там красивый, классный район с охранами, с джипами, там, с частными домами. И ты переходишь там буквально два квартала, какой-то большой магистраль перешел, и там вот прям баррио такое, который там по разрушенных домах люди живут. И это все без привязки, как бы, к локации, да, в городе. То есть, в Мехико, например, есть самый такой считающийся опасным район Тепита. Он очень близко расположен к центру, да, к центральной площади. То есть, туда, в общем-то, случайно можно даже загулять, если ты там плохо знаешь. Я, правда, там и гуляла. Я помню, что какой-то ужас, да, только красиво. Да, да, да. А потом переходишь дорогу и так идешь по краешку, и как-то все страшно. Это Тепита, да. Он образовался не по причине того, что туда всех преступников. Там начал быть рынок. Рынок – это всегда вот такой вещевой рынок. Он притягивает себя. Кто-то украсть, народу много, что-то по барыжнике. Ну, и там компробанду тоже продавали. Да, ну, то есть, это такой райончик такси. То есть, и там реально проходишь, и тебе продавцы – иди сюда, джинсы. Это не ворованные, это контрабанда. То есть, у них там есть еще градация. То есть, есть у нас этот район. То есть, ну, опять же, мексиканцы туда ходят вообще днем безопасно везде. Да, днем безопасно вообще везде. Даже в Тепита ничего с вами там совсем страшного не будет. Ну, если вы там не будете заходить совсем в какие-то безлюдные переулки специально. А так туда и неоднократные журналисты разные заходили разных стран, в том числе там русскоязычные, и ничего с ними как бы не случалось. Они там благополучно снимали свои материалы, и уносили с собой камеру, там, всю технику. Ребят, да, ребят, нам действительно нужно заканчивать, потому что планировала час, вышло почти два. Я уверена, что у людей останется, у зрителей останется куча вопросов. Я обязательно оставлю ваши комментарии, ой, ваши координаты. Я уже начинаю заговариваться на ссылочки на ваши соцмедиа, да, то, что вы со мной поделитесь, вот, чтобы вы могли тоже связаться на чатик стартаперский. Если есть какие-то еще чати, пожалуйста, тоже пришлите. Спасибо вам огромное, спасибо, прям, очень было интересно. Мне кажется, я готова еще часа два с вами просидеть и прослушать, потому что очень много информации про Мексику. Может быть, давайте напоследок, какой-то по одному совету такому от каждого про Мексику, да, что-нибудь общее, может быть, что-то я не спросила. Ну, давайте я, сегодня у нас праздник, большой день мертвых, хочу рассказать историю. Снимался здесь Джеймс Бонд, и написали сценаристы такой типовой. Идет шествие, парад в костюмах, мертвые, то есть такие. Они сняли этот фильм, все, уехали, фильм показали. Министерство туризма Мексики такие, так, хорошая идея. Теперь каждый день, каждый год у нас в этот день идет парад, который запустился в моменте фильма. То есть День мертвых – это важный мексиканский праздник. Я огромная просьба ко всем, кто хоть чуть-чуть рассматривает Мексику, чтобы понять, посмотрите мультик. Netflix, по-моему, Pixar, Тайна Хо-Ко, он по-русски везет. Это обязательный фильм, в котором множество заложено таких моментов, вы их не поймете, но потом, если будете в Мексике, начнете выхватывать. Это важный фильм для понимания Мексики. Очень важно. То есть и гуглите, гуглите на английском, о Мексике, смотрите весь контент на английском, не используйте русский для гуглинга. Не надо. Или испанский, да? Испанский еще. Испанский – это сложно, но... Зато выучишь, все равно придется учить, да? Добро. Спасибо, спасибо, Олег. Вика. Вика, да. Я, наверное, с женской юридической точки зрения дам совет девушкам, потому что до начала всех событий основная эмиграция в Мексику вообще-то состояла из женщин, которые как-то познакомились с мексиканцами и приезжали сюда жить. И ситуации были разные, ситуации были сложные, которые мы решали всем комьюнити местным, да. Совет – обязательно учить испанский, обязательно. И обязательно интегрироваться в местный социум. То есть не надо замыкать. Самая большая ошибка, которую вы можете совершить – это замкнуться в семье мужа, к которому вы приехали. У вас должны быть подружки здесь, неважно, мексиканки, русские, которые здесь живут, кто угодно, но у вас должно быть общение вне семьи. И работа, учеба, все, что угодно. То есть не надо приезжать. Многих до сих пор у нас уже девушек мечтают, что я вот выйду замуж за богатого мужа, он меня привезет в теплую, красивую страну, и я буду сидеть дома, ничего не делать, детей ему рожать. Вот не надо так, потому что очень большая вероятность, что это все так, ну, закончится не очень хорошей историей. Вот, поэтому прежде чем переехать, ищите много информации, начинайте учить испанский сразу. Когда вы переехали, адаптируйтесь на месте, ищите какой-то другой сосум, ищите занятия вне семьи. Не надо верить там вашему мужу. Часто мексиканцы этим грешат, что ой, без меня никуда не ходи, тебя тут убьют прямо за углом. Вот это все вранье, все безопасно, общественный транспорт безопасен, такси, Uber, все что угодно, все это есть. Пожалуйста, как бы смотрите, куда вы приехали, понимаете, подходит вам это или нет. Понимаете, готовы ли вы здесь прожить минимум 18 лет, если вы родите ребенка, его отсюда не увезете, или увезете с огромными усилиями, с большим количеством судов. Поэтому готовы ли вы здесь прошить 18 лет, учить язык, и только после этого рожайте. Не надо сразу приезжать, сразу родила, и потом ты сидишь с ребенком запертая, без документов, без документов на ребенка, без возможности оформить ему загранпаспорт, потому что для этого нужно разрешение отца. То есть, девушки, пожалуйста, продумывайте все для собственной безопасности, потому что роман с латиноамериканцем, у меня не было, но судя по отзывам, это все очень красивая сказка в начале, они очень красиво говорят, испанский он такой весь из себя, там, не курасон, ми амор, там, вот это вот все, они там себе шепчут. Вот. Но вы не должны терять голову, всегда с трезвой головой думайте о том, как вы сами себя сможете здесь обеспечить, если вы остаетесь в Мексике, как вы сможете обеспечить своего ребенка, как вы защищены, в том числе, с правовой стороны, да, какие у вас документы, какие документы у ребенка, сможете ли вы работать. Это обязательно нужно продумать, если вы там переезжаете к кому-то, да, сюда, к парню, к мужу и так далее. То есть, всегда старайтесь с трезвой головой планировать свой приезд, тогда это увеличивает вероятность того, что вы здесь сможете как бы счастливо прожить много-много лет, там, может быть, остаться навсегда. Слушай, Вика, спасибо огромное, на самом деле это очень-очень вообще важный совет, это все, что ты описала, это такая как бы типичная дорога в абьюзивный союз, да, где ты зависимый, зависимый от человека, и ты ничего не можешь сделать. Это, конечно, ужасные истории, таких историй полно, как в Мексике, так, в принципе, по всему миру, и в США здесь то же самое бывает, также девочки приезжают, замыкаются на своем муже американцы, которые их контролируют и держат дома, и дальше они ничего с этим не могут сделать. Да, и в Турцию я очень много подобных случаев, тоже Микурасон, там по-турецки не знаю как, то же самое. Наташа. Да, да, Наташа, да, поэтому, конечно, к таким переездам по замужеству в визе невесты надо относиться очень-очень серьезно и внимательно, строить свой фундамент, строить свою независимость изначально, да, начинать зарабатывать деньги. Я полностью согласна. Спасибо, спасибо, ребята, было дико интересно, вообще соскучилась по вам, может, приеду скоро. Приезжай, приезжай. Всё, спасибо. Всё, пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.